Борь, мы через сколько лет встречаемся после нашей первой встречи? Скажите мне. Через сорок? Да. Лет через сорок, правильно? Примерно сорок. Вот. Сидите и учитесь. Через сорок лет придёте ко мне, я опять что-нибудь скажу новое. Так. Это всё шутки. Очень приятно, конечно. Ваше появление очень-очень приятно. Всё остальное шутки. Вот. Теперь небольшой кусок из Гемары, связанный с нашей недельной главой. Наша недельная глава Пикутей. Да. Вот. И я напоминаю, что мы посвящаемся нашей духовной усилии благополучию солдат, их успеху, выздоровлению раненых, избавлению пленных из плена, да, ну, знаете, это начинаешь действительно понимать галаху, да, когда люди возвращаются вот из этого плена, там, сколько их там, в общем-то, небольшая часть вернулась, да, они начинают рассказывать, что там было, да, то ты вспоминаешь галаху, что если есть человек, если есть два человека в плену, один приговорён к смертной казни, а другой будет всю жизнь в рабстве, и у тебя есть возможность выкупить только одного, то надо выкупать того, кто будет в рабстве, а тот, кто приговорён к смертной казни, ты, ну, нечего делать, ты оставляешь его, да, и это галаха, и ты вдруг начинаешь понимать, что это действительно, это такой ужас, такие, такие истевательства, такое, такое унижение, я вообще, слава Богу, но я не понимаю, как люди сохраняют здравый рассудок, как они могут об этом ещё рассказывать, они видят свою обязанность рассказать об этом, понимаете, да, вот это большое мужество само по себе, мы знаем историю с катастрофой, когда 50 лет люди ничего не рассказывали, да, так что невозможно вспоминать всё, а здесь ужас ничуть не меньше, если не больше, да, вот, и просто хотелось бы об этом помнить, для того, чтобы молиться за их освобождение, вот, напоминаю всегда о своей жене, Люба Бат Михаэль, во имя возвышения души и памяти о ней, да, и мы с вами в нашей главе Пикудей, Пикудей, Маше перечисляет, ещё раз возвращение к теме храма, но с какой-то неожиданной стороны вдруг перечисляется вес всех собранных материалов, которые пошли на храм в конце. Очень интересно, такой комментатор очень интересный, да, отцу Фриму, он отмечает в конце книги Еремиягу и в конце книги Малахим, там примерно один и тот же конец, когда войска на выходные цары захватили храм, и вот они вывозят из храма всё, что там было, и перечисляется вес, да, вес меди, золота, да, и вот, и да, Суфрим отмечает, да, они ничего не сохранили, они всё переплавили, они совершенно нечувствительны к красоте, к этой красоте, к другой красоте, если ты приедешь в Вавилон, там есть, конечно, красота, вот, это божества, это статуи, скульптуры, да, высокие башни, а вот той красоте, которая храму, они совершенно были нечувствительны, они просто это всё переплавили на вес, да, вес меди, вес золота, вес селеза, то, что вывез на выходный царь, да, и вспоминаются эти строки из Даниэля, из его молитвы, когда он спрашивает Всевышнего, до каких пор твоя красота, твоё великолепие будут в плену, да, один из моментов Галута, да, это то, что украли у нас вот это ощущение божественной красоты, да, когда оно вернётся? Конечно, вернётся в полной мере с построением храма, но я вам скажу по секрету, когда красота возвращается, как божественная красота возвращается в храм, она возвращается и к людям, да, все сыновья Израиля во время храма были безумно красивы, да, настолько красивы, что это поражало других, да, есть история, когда во время направления Ирода ещё были живы потомки Хашманаев, Арестобул и Мирьям, молодые люди, да, и Антонию в Египте сказали о их красоте, и он просил их прислать к нему, но Ирод побоялся, и он велел нарисовать их портреты, отправил портреты, посылать их туда он побоялся, да, вот, так что, скажем, да, вот, и я не случайно это говорю, потому что комментаторы, комментаторы, они видят необходимость объяснить, почему вдруг, после того, как мы увидели всю эту красоту, эти красивые идеи, да, которые можно увидеть через размеры, через этот материал, почему вдруг у нас вес, как будто это, да, утиль сырьё взвешивают, да, но это не обращает внимание, и Медраши, Раша выписывает его, говорит о том, что к Маше предъявляли претензии, что он вроде бы что-то утаил, да, вот, и он решил, он решил всё измерить, да, говорили так, какая толстая шея у Бен Амрама, у сына Амрама, да, вот, хорошо живёт, хорошо кушает, да, и он решил всё измерить для того, чтобы показать, что исходные материалы все пошли на, все пошли на изготовление, вот, сказали, пошли дальше, а у меня внутри всё болит, да, мне кажется, что, да, и, кстати, там же, там же Раши, Раши, он, поскольку дважды повторяется слово Мишкан в стихе, он говорит о разрушении храма первого и второго, да, вот есть намёк на разрушение храма, Мишкан, Мишкан, разрушение первого и второго храма, почему? Ну, скажи, Мишкан что-то другое, скажи, просто будет первый храм, а второй храм будет более известен, ну, что-нибудь скажи, он говорит о разрушении. Понятно почему, да? Потому что идея эта подозревать праведника, да, в том, что он что-то присвоил, положил себе в карман, да, она разрушительна, одна из причин разрушения этого храма, да, вот я по этому поводу написал такую, давно ещё написал такую сказку-загадку, вроде хасидской притчи, да, что был человек, один ученик Ешивы, ну, и в Ешиве, как всегда, не хватало денег, и раб был бедный, вот. И однажды ему приснился сон, да, что есть где-то место, в Ихуд Саарефе ему во сне показали это место очень чётко, где много серебра. А почему? Потому что эти слёзы ангелов падают, да, и они превращают на земле серебро. И он пошёл, он нашёл это место, он не смог всё унести, но унёс очень много, принёс рабу и сказал, «Раф, теперь у тебя не будет проблем с Ешивой». История не кончается. Дальше есть вопрос, что ему сказал Раф, да, как в современном кино, все варианты возможны. Нажимаешь эту кнопку, нажимаешь эту, я не требую от вас ответа сейчас, подумайте сами, да. Вот это наше такое видение. То, что я хотел с вами посмотреть, присоединить кусок из гемары, как мы это сделали в прошлой недельной главе, к этой недельной главе. Мы помним с вами, что один из материалов, может быть, можно сказать, это голубая краска, которая используется для окрашивания нити. Да, окрашивание нити. У нас вот этот навес первый, о котором мы говорили, на котором изображение ангелов, он сплетен из пяти нитей, да, из черной, белой, из черной козьей шерсти нить, да, белая шерсть льняная, и голубая нить, да, голубая нить, золотая нить и красная нить. Вот эти пять нитей, они сплетены, можно поговорить, это само по себе очень интересно. Да, пожалуйста. Это смешано шерсть и льон. Шерсть и льон, да, потому что мы видим, что в храме, да, это как бы такое выделенное место, в котором этот запрет не действует, да. Вот даже наоборот, он превращается в заповедь, да. Вот, и мы говорили о том, что это было в одеждах когенов, поиск у них, также из шатнеза, шерсти и льна, да. Вот это превращается, в храме это превращается в заповедь. Вы даже говорили немножко, почему. Но сейчас не будем об этом останавливаться, да. Мы поговорим об одном из материалов, или об одном из материалов, об одной из красок, которая должна была бы использоваться в нашей современной жизни. Да, это цицит, правильно, совершенно верно. Вот, на одежде вроде бы у нас нету, так представляется, нету другой заповеди, да, которая была бы связана с определенной краской. Вот, что-то не помнится. Талит, может быть, любой, да, Минура, может быть, Ханукия, может быть, любой. Вот, есть что-то вспомните, подскажите. Я что-то не припомню, чтобы нужен был какой-то цвет, чтобы исполнить заповедь, кроме вот этой голубой нити, которая должна есть, как вы помните, есть четыре нити, одна из них окрашивается в голубой цвет, и четыре нити продеваются через угол, через каждый угол на одежде, да. Вот, об этом тоже можно говорить само по себе, да, но я бы хотел, вот мы начали трактат про ход, и мы сейчас посмотрим этот голубой цвет через мишну, как раз через следующую мишну, пусть только той, которую мы изучали, да. Я напомню, да, что тоже, да, что есть заповедь смотреть на цицит. Сегодня люди, поскольку нету голубой краски, да, даже те, у кого есть эта голубая краска, они по привычке, вместо того, чтобы смотреть на цицит, подносят его глаза. Целуют, подносят глаза, очень хорошо напоминают, что эта заповедь связана с глазами. Но на самом деле заповедь-то посмотреть, да, заповедь посмотреть и увидеть, что увидеть, да. Вот как нам говорит Раши, увидеть то, что эта краска, она такая же, как цвет моря, такая же, как цвет неба, и такая же, как цвет престола Всевышнего. То есть увидеть, что духовный мир, он пронизывает, как бы, все миры, причем как пронизывает, да, он пронизывает до глубины моря, где, в общем-то, этого цвета нету там, да, вот, голубого цвета нету там, он на поверхности нет. Вот моллюск, который живет на дне там, да, он каким-то образом впитывает этот цвет, да. Вот, то есть все, как бы, связано еще, да, ты представляешь себе такой голубой, который пронизывает все от престола, исходит от престола Всевышнего, как бы, да, который похож по цвету на камень сапир в пророческих видениях. Мы понимаем, что этого нету, как бы в реале его нельзя потрогать руками, да, но в пророческих видениях он похож на камень сапир, он похож на голубой цвет, это цвет милости, и вот эта милость, да, она пронизывает, пронизывает все сверху донизу. Основное свойство Всевышнего – милость, да, мера, по которой создан мир – это милость, да, вот, когда смотрите на голубое небо, что вы видите? Надо видеть милость Всевышнего, бесконечную, безграничную, ничем не ограниченную. Иногда закрывают облака, да, ну, можно подуть в таком случае, может, представить себе милости Всевышнего, да, потому что голубой свет – это свет милости, оказывается, эта милость пронизывает все, и доходит куда-то до глубин, совсем, где ее уже вроде бы и не должно было быть, она туда доходит, да. Вот, напоминаю, что заповедь Цицит была дана, была дана после греха разведчиков, да. Конечно, каждая заповедь, она самостоятельная, в ней самостоятельная ценность, да, но так устроено, что в пустыне после какой-то проблемы, да, раскрывается, приходит заповедь, которая является исправлением этой назревшей проблемы, да, в проразведчиков, что сказано, «Воло татуру ахарели вовхем бахарейныхиму», не смотрите, как бы, не идите за своими глазами и за своим сердцем, да, причем латур – это высматривать, турист от этого слова, скажем, да, латур – высматривать, смотреть внешнее что-то, да, не смотрите на внешнее, не смотрите на внешнее, и, да, сердце-то оно смотрит на глубину, но если глаза влияют на сердце, то оно тоже тянется за внешним, да, «Воло татуру ахарели вовхем бахарейныхим», не смотрите за своим сердцем, не смотрите за, и не идите за своими глазами, а на что нужно смотреть, да, на внутреннее содержание, на милость Всевышнего, на то, что все связано, духовный мир связан с материальным, мы пришли в землю, что вы увидели? Материальные структуры, большие стены и все, и великанов, и испугались, а потому что духовные структуры не смогли увидеть, вот вам исправление, смотрите теперь всю жизнь, на всех поколениях, смотрите на Цицит и вспоминайте все заповеди Всевышнего. Это, скажем, это заповедь Цицит, голубая краска, которая как бы как ниточка тянется к нам из мешкана, вот, теперь, да, с этой ниточкой мудрецы, как вы знаете, связали заповедь чтения Шма, да, и, как бы, по ней, так сказать, по ней определяют время, с которого можно читать Шма утром. Мы помним, что вечером это по звездам, когда появляются звезды, да, в Гемаре мы взяли мудрецы, это когда кахены окунаются, чтобы есть труму, окунаются в миг, чтобы есть труму, все хорошо помним, теперь смотрим следующую мишну, нам говорят так, да, С какого времени читают Шма Шахарит? Был вопрос вечером, а теперь утром, да, утреннее Шма, с какого времени читают? То есть вопрос, когда можно считать, что закончилась ночь и началось утро? Ну, хоть немножечко утро, когда это, да? Говорят, да, С того времени, когда человек может различить вот этот хелет, тот голубой оттенок, он, в общем-то, темно-синий, скорее всего, да, скорее всего, так, как мы сегодня видим на цицит, да, можно в скобках сказать, что такой человек, как Эмиль Таубер, Раф Эмиль Таубер, сын репатрианта из России, Таубера, Тавгер, 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 спасибо, у меня с фамилиями проблема, Тавгер, спасибо, сын репатрианта из России, Тавгера, который начал современное поселение в Хевроне и как начал, да, он своими руками, руками просто раскапывал навоз, чтобы раскапать, арабских коз, для того, чтобы раскапать древние синагоги, восстановить кладбище, на котором были покороны величайшие мудрецы, да, это он всё делал, когда он приехал сюда в начале 70-х годов, да, вот, так что, вот, как я всегда напоминаю об этом, потому что всякая, всякая алия массовая, она очень проблематична, но вместе с тем алия и Советского Союза привнесла нечто такое, да, что трудно, трудно найти здесь на месте, да, вместе со всеми проблемами привнесла некоторую такую любовь к земле, Израиле, высоту такую, да, так вот его сын, Эмиль Таубер, он бился, над теми, они будут рассказывать всё, там, скажем, как это, и искали через древние источники, у нас нету, искали у Плиния, да, нашли там, у Плиния, упоминание об улитке, которая называется Пур-Пур, Пор-Пур-Пур-Пур, да, вот, а Пур-Пур это красный, но хорошо, стали искать эту улитку, она защищена законом, да, вот, на дне моря, вот, но набрали какое-то количество для эксперимента, и бились долго, безумно, потому что она, как называется Пур-Пур, так она и даёт красную краску, да, или такую тёмно-фиолетовую, или, даёт красную краску, а как голубую получить, если Плиния говорит, что это была голубая, наверное, этот Пур-Пур должен быть голубым, однажды, случайно, оставили банку с этим сложным раствором, перемешанным там, ещё непроцеженным, оставили её на солнце, вместо того, чтобы уйти в это фиолетовый цвет, она, или в красный, она ушла в синий, да, то есть, тот же самый моллюск, та же кровь соловьего моллюска, когда процесс отстаивания его, да, происходит на солнце, он становится синим, да, вот, это так же, как бы, да, можно в этом увидеть много намёков, много метафизики, да, но момент сам по себе просто, просто очень-очень замечательный, да, вот сегодня используют эту краску, полагая, не на сто процентов, но полагая, что это как раз та самая краска, которая использовалась, должна использоваться для цицит, но поживём, поживём, увидим, но в любом случае, сам эксперимент, и то, что люди носят, результат этого эксперимента, он, на мой взгляд, очень важный, потому что он говорит о мечте о будущем, о построении храма, да, многие, многие были против, ещё был Ружинский Ребе, который также обнаружил эту голубую краску, как сегодня понятно, ошибочно, да, но в любом случае, были очень против него, потому что Аризальт пишет, что голубая краска, это скрылось после разрушения храма, да, вот, и не нужно её искать, но, слава Богу, в Израиле сегодня отстоялся этот обычай, да, вот такой, голубой нити, и я, когда читаю Шма, я вам скажу по секрету, да, ухожу от этого обычая целовать цицит, очень плохо уходить от обычаев, но я ухожу, я смотрю на него, да, я смотрю на эту голубую краску, я смотрю, да, теперь, мы возвращаемся к нашей Мишне, да, вот, и нам здесь говорят, что с какого времени можно читать Крият Шма, исполнить заповедь утреннего чтения Крият Шма, да, и говорят нам так, да, говорят, в шакре, да, когда может отличить между голубым и белым? Равиль Эссер говорит, между голубым, я помню, что это, мы помним, что речь идет о темно-голубом, да, между голубым и карти, карти, это, есть лук такой, карти, да, и он такой, насыщенный, зеленый цвет очень, да, он говорит, между голубым и зеленым, ну скажите мне, ну это может быть там секунды какие-то, да, ну хорошо, не секунды, две минуты, когда голубое ты отличил от белого, ты еще не можешь отличить его от зеленого, вот ты уже можешь отличить его от зеленого, да, зачем об этом спорить, зачем спорить, я вам говорю по секунду, а чем спор, спор, чтение шмар, можно исполнить заповедь, с того момента, когда между голубым и белым ты можешь различить, или голубым и зеленым, да, чуть позже, на минуту, на две позже, да, скажите мне, зачем биться над этим, да, вот в гемаре на первом мешке, ну там бились, бились между двумя понятиями, говорят, оставь, не может быть, что мудрецы из-за такой мелочи, они спорили, там одна минута, две минуты, это одно и то же, будем считать, что это одно и то же время, да, вот, здесь можно тоже было сказать, да, но, да, дело в том, что белый легко отделить не только от цвета, ацициты, а скажем, он темный какой-то и так далее, тут легко ошибиться, белый резко контрастирует, я не вижу оттенки другого цвета, а белый вижу, значит, отгибил. А вы хотите сказать, что это может быть позже, чем белый и зелёный? Может быть, да, голубой и зелёный. Белый велико, да, очень интересно, очень интересно. А зелёные не похожи уже? Да, очень интересно, может быть, не буду настаивать, не буду настаивать, очень интересно, вот, Вот теперь то, что говорит нам Гемара, она говорит, что речь идёт не о том, когда белый и голубой вцицит, а это время, когда, скажем, голубая краска, она как бы вылита на белую шерсть, и она там как бы пятнами и кусками, вот об этом времени идёт речь. Ну хорошо, ну хорошо, я вам скажу по секрету, всё, что у нас есть, это метафизика. И не так важно, скажем, и не так важно, вот Борис очень интересно заметил, да, что может быть это раньше, да, а это позже. Не так важно, что раньше, что позже, какая разница между этим, они там не вычисляют эти минуты потом. Важна идея сама, озвучить, озвучить идею, да, вот есть время, да, начальное, да, ты потом можешь и позже прочитать, потом можешь и позже прочитать шма, но изначальное время, да, как оно, оно, оно определяющее, в нём есть смысл, да, смысл, который указывает на то, собственно, что такое шма, а что я ищу, а что я утверждаю, а что я хочу сказать, да, вот там в этом изначальном времени есть эта метафизика, да, и мы помним с вами, что по идее шма, да, по идее шма, как нам сказал Рави Мейер, по большому счёту, да, что это как бы утверждение единства в те моменты, когда кажется, что есть разные власти в мире, да, вот была власть луны, темноты, а теперь восходит солнце, есть власть солнца, да, и все цари кланяются солнцу, Рави Мейер утверждает, что в этом смысл вот этого вот времени, обязанности сказать шма утром, да, и для него самое главное – это не первый луч солнца, а это восход солнца для Рави Мейера, да, вот, это как бы, да, не вошло здесь смешно почему-то, но для него, вот для Рави Мейера восход солнца, и мы понимаем, что вечером по аналогии самое главное – это выход звёзд, да, когда появляется вместо солнца появляются другие светильники, да, вот, теперь, да, и вот, и что же мы можем здесь себе, что же мы можем представить себе, о чём здесь они говорят, да, у нас есть, скажем, да, у нас есть разные, так сказать, есть разные единства, да, у нас есть абсолютное единство, есть единство составных частей, да, есть единство составных частей, да, Абсолютное единство, его символизирует белый свет. Это просто символ белого цвета, это абсолютное единство. И мудрецы говорят, что в нашем мире есть единство очень высокое, которое ты должен попытаться увидеть. Это единство между небом и землёй, между глубинами земли. Это единство есть в нашем мире, и его надо попытаться увидеть, но оно отличается от того единства абсолютного, в которое ты должен верить, и которое символизирует белый цвет. У Всевышнего абсолютное единство, он не состоит ни из составных частей, и даже сказать, что его единство – это единство неба и земли, не годится. Единство Всевышнего, оно абсолютное. Есть в Кабале, так сказать, условно говоря, говорят о свойстве Всевышнего – пашут, простой. Ничего, как бы, в Тащи-Пристайне ничего нельзя различить, ни границ, ничего, пашут простой. Абсолютный, во всем смыслах, во всех смыслах абсолютный, и в смысле единства тоже абсолютный символом является Белый Свет. И вот, как бы, мудрецы говорят, надо в этом мире искать единство, и когда ты видишь разные части, надо увидеть их единство. Не везде, может быть, но вот так вот, как бы, голубой нить, она призвана, не призывая тебя увидеть единство разных составляющих, может быть, даже духовного материального мира. А вера твоя, а помнить надо о том, что это единство, которое есть в мире, единство из составных частей, оно только указывает на абсолютное единство, которое ты не увидишь никогда, но которое ты должен верить. Вот, примерно. Да, то есть, когда ты уже видишь и белое, и голубое, и ты можешь между ними отличить, да, вспомни, да, о том, что в мире, может быть, всё едино, и должно быть, и надо это единство увидеть, но вера в абсолютное единство. Пожалуйста. Ну, вот, Свет физически белый. Да. Из семи компонентов состоит, семь простых. Да, это понятно, да. Вот, теперь, значит, Ор, Свет. Множенное число слова О, Орот, имел гематриум 613. Еще раз, как это у вас получилось? Ну, посчитать гематриум, Орот. Орот, урод, множенное число, так, так, так. 613, тоже простое число. И это разные виды божественной энергии, связанные с каждой заповедкой. Да. Знаете, это тоже единство, понимаете, вот такое. Я понимаю, да, я понимаю. Физически это белый свет? Понятно, понятно. Мы говорим исключительно, правда, я еще раз хочу подчеркнуть, что мы говорим не о физике, а о метафизике. То есть это, я понимаю, что белый свет – это смешение цветов. То в конечном итоге он тоже непростой. Я это понимаю прекрасно. Но как явление он указывает, как метафизика, в нашей системе, он обозначает бесконечность, абсолютное единство, как метафизика. Вот мы говорили с вами о буквах Торы. И есть Клав, Торы белый, и на него пишутся буквы черные. Клав, как сказать Клав, пергамент. У него есть две стороны. Одна называется Клав, другая называется Гвиль. Неважно. Пергамент указывает, служит таким метафизическим образом на бесконечность, бесконечный свет. Черные буквы на каналы, на каналы, которые каким-то образом проводят этот бесконечный свет. Теперь, когда мы с вами говорим о правилах написания Тора, мы здесь тоже видим метафизику. Буквы Торы нельзя писать железным пером, чтобы не продавить сам Клав. Почему? Потому что так устроено, что нижний мир, он не влияет вот так вот на верхний, чтобы его изменять, чтобы в него привносить какие-то изменения. Он может влиять таким образом, что он притягивает его, но привносить изменения, делать в нём такую рожьем, такую отметину, нижний мир так не влияет на верхний. Поэтому запрещено писать Перу. — Верхний мир — это нижняя потолка пергамента? — Нет, нижняя... Верхний мир — это белизна пергамента. Верхний мир — это белизна пергамента. Черные буквы — это каналы, которые каким-то образом непонятно проводят этот свет или его отблеск проводят в этот мир. Но, прежде всего, они не могут влиять на верхний мир, изменять его. Поэтому нельзя писать железным пером. Потом, буквы наносятся так, что они, в общем-то, их можно легко стереть. Они как бы лежат на этом пергаменте, они легко стираются. Это также указывает на свойства каналов более нижнего мира. Он не скреплён клеем, не приклеен. Клеем не приклеен туда. Вот Раби Мейер ввёл такой хидуш. — Он не приклеен, кто он. — А, кто он не приклеен. Я же вам говорил, что я запутываю людей. Нижний мир, каналы, которые проводят в мир свет. И подчёркивается, что нету вот такого скрепления намертво. Нету скрепления намертво. Всё скрепление происходит через соприкосновение в лучшем случае. Но это не скрепление намертво. Как бы идея вот такой простой, когда начинаем говорить подробно, точно, идея такой простой, как говорят, эманации, что вот это переходит в это, но она отрицается. Есть переход, но этот переход совершается каким-то непонятным образом. Каждый раз творение заново. Нету вытекания одного из другого. Поэтому буквы, они лежат, но они не приклеены намертво. Раби Мейер ввёл такую... Раби Мейер был интересный человек. Он ввёл другую систему. И он ввёл клей, конкантон, который прикрепляет букву, но не совсем намертво, но он приклеивает. Все удивлялись, говорили, Раби Мейер, что ж ты делаешь? Что ж ты делаешь? Так же не положено. А он говорит, я хочу уберечься... Это трактат Ирувин. Он говорит, я хочу уберечься от ошибки. Какой ошибки? Ты же всё, весь текст знаешь наизусть. Ты написал, неизвестно, сколько свитков уже. А какой ошибки? Он говорит, я буду писать. И вот когда я буду писать слово Ихад, прилетит муха и сядет как раз на кончик далец с такой, с обратной стороны. И своими лапами сотрёт. И у меня вместо Ихад получится Ахер. Вместо один получится другой. Вот чтобы этого не было, я немножко кладу клей. Чтобы муха не унесла эту мною написанную букву. Раби Мейер, личность, очень интересная. Естественно, что в каждом таком рассказе есть много смысла. Но мы возвращаемся сюда для того, чтобы как бы всё-таки поймать эту идею. И у нас всё есть такой метафизический образ. Это белое, это бесконечность с точки зрения метафизики. Не физики, а метафизики. А голубое – это всё-таки очень высокое единство, но всё-таки состоящее из составных частей. Вот мудрецы говорят, ты в этом мире видишь только составные части, а помнить должен о том, что существует абсолютное единство. Когда ты это увидел, разницу между абсолютным единством, так сказать, и составными частями, говоришь «ма». Утверждай веру, утверждай веру в абсолютное единство. Это этот момент, когда нужно утверждать веру в абсолютное единство. Теперь можем подумать о Рабе Леезе. Да мы его начинаем понимать. Он говорит по-другому. Он говорит по-другому. «Мне то, что его интересует». Он не будет смотреть на шерсть, потому что он там не найдёт зелёного. Он будет смотреть на внешний мир. И его интересует этот цвет неба и цвет земли. Когда начинает светать, и ты можешь различить вот эту зелень земли и цвет неба, этот момент его интересует. Почему? Потому что он хочет, как бы его идея, скажем, его идея другая. То есть, так же, как Раби Мейер говорил, что в тот момент, когда ты видишь разницу, когда сменяется одно другим, ты должен считать тьма. Он говорит, что в тот момент, когда ты видишь, что есть разница между небом и землёй, это для меня самое главное. Это для меня самое главное. Читает тьма, чтобы утвердить, что есть единство. Нету разницы между землёй. Потом можешь посмотреть на цицит, и вспомнить, когда чуть светлее будет, посмотришь на цицит, вспомнишь, что есть связь между небом и землёй. Но первый момент, когда ты видишь разницу между небом и землёй, она начинает вдруг проявляться так чётко. То всё вроде была одна темнота, а то вдруг начинает проявляться. В этот момент, скажи, шма, напомни о единстве. И это очень интересно, потому что Раби Леезер идёт по-своему, мудрецы идут по-своему, везде проталкивают, как проталкивают, если так можно сказать, одну и ту же идею. Всё, я остановился. Если хочется что-то спросить, пожалуйста. Я уже, пожалуйста, да. Скажите, пожалуйста, как Вы считаете правило Шаднеза? Может ли причина этого запрета быть в том, что это смешение использовалось в храме? То есть, с тем, чтобы в обычной жизни мы это не использовали, для этого введён запрет, что это в храме, в высоком, так сказать, смысле. Может быть. Может быть. У меня нету никаких доказательств, но соображение очень логичное. Очень логичное соображение. Но можно сказать, что есть и вторая сторона, что храм подчёркивает некоторое, или скажем, что храм подчёркивает некоторое единство, или в храме есть некоторое единство, проявляется единство, которое не проявляется за его пределами. И поэтому там допустимо для тех, кто служит или даже обязательно постараться соединить вот эти два момента, которые в нашей жизни не соединяются. Но то, что вы сказали, я думаю, что это очень правильно, это простой смысл, очень-очень верный, что и поскольку это используется в храме, не следует использовать в жизни. Рамвам всегда идёт от того, что храм, весь храм, всё служение в храме, у него одна цель – против идолопоклонства. И поскольку идолопоклонники, вот у них была такая одежда для служения, они сплетали шерсть и лён, поэтому мы это не носим. Ну, как бы это очень-очень такая, скажем, маленькая сторона, я бы сказал, потому что если всё служение Всевышнему в храме, танце или вообще в заповедях заключается в том, что это против этого поклонства, то это очень печально. Со стороны отрицания, идти только со стороны отрицания – очень печально. Так, хорошо. Ладно. Мы здесь остановимся. Хорошо. Ладно. Значит, если даже что-то непонятно, мне очень хочется, чтобы родилось чувство, что гемары – это не так просто, споры – это не так просто. Иногда споры кажутся формальными, иногда просто бессмысленными. Вот. За ними скрывается метафизика и разное представление о мире, о мире одних и других. А может быть, ещё когда-нибудь вернёмся к Рабе Лезову, человеку очень интересному, вот здесь в раку. Хорошо. Начали смотреть. Мы недельную главу затронули и гемару одновременно. Редактор субтитров А.Семкин